Современная Евпатория это прежде всего город контрастов, в котором воедино переплетается и прошлое, и настоящее. Город-курорт на западе Крыма привлекает туристов со всех регионов нашей страны, независимо от времени года. Правда, ближе к зиме город все-таки пустеет и начинает жить своей привычной жизнью без столб туристов на ее улицах. Улицы Евпатории пропитаны древностью, узенькие кривые улочки, уютные маленькие дворики с высокими выбеленными стенами поражают. Постоянное население в Евпатории также разношерстно. Русские, которые составляют большую часть населения, украинцы, крымские татары и прочие национальности, комфортно проживающие вместе. В городе существуют представители разных конфессий, как православные, так и мусульмане, о чем свидетельствуют возмигнутые храмы и мечети. В летнее время население города увеличивается в разы за счет отдыхающих, которые стремятся сюда для спокойного отдыха и купания в водах Черного моря. Евпатория растянулась на многие километры вдоль Каламитского залива. Побережье Каламитской бухты славится своими мелкозернистыми песчаными пляжами. С восточной же стороны к окраинам города подступает озеро Сосексивашское, которое является одной из достопримечательностей. А на западе город граничит с многочисленными озерами и лиманами. Достопримечательностью города является уникальный вид транспорта – трамвай. Его называют Одноколейка. На нем можно доехать до железнодорожного и автовокзала, а также на городскую набережную. Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в Евпатории. Я очень хочу вам показать этот город. Мы с вами вместе впервые пройдемся по улицам этого города и посмотрим, насколько он колоритный. Я сейчас нахожусь напротив какой-то мечети, и, насколько я поняла, здесь находится рядом набережная. И мы направляемся именно туда. Друзья, к этой поездке я абсолютно никак не готовилась, поэтому буду повествовать то, что вижу, буду рассказывать свои первые впечатления о городе, и познакомимся вместе с этим южным городком. Сейчас у нас месяц октябрь, и погода невероятно радует. Город, смотрите, какой зеленый. Как я понимаю, слева от меня как раз будет набережная. Сейчас моя задача будет найти проход, чтобы посмотреть на море. Не, ну вот это очень, правда, такой зеленый город. Давайте посмотрим скверики, какие тут есть у нас. Смотрите, какая красота в октябре у нас. Цветут цветы, бабочки. Посмотрим с другой стороны, как выглядит эта мечеть. Ну, красиво, конечно, очень колоритно. Мне нравится. Не знаю, можно ли заходить на территорию этой мечети. Открыта она к свободному посещению или нет. Вот когда мы были в Старом Крыму, мы посещали эту мечеть. Это был мой первый раз. И мне очень понравилось, потому что мы надевали такие, ну не халаты, но одеяния. Вот, как по мусульманским традициям. Ну, это было, конечно, интересно. Это был такой необычный для меня опыт. Смотрите, какой-то ресторанчик такой у восточного стиля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я зашла в сад недалеко от этой мечети. Здесь, вот видите, такое небольшое колесо обозрения. Тут, видимо, в летнее время фонтаны работают. АПЛОДИСМЕНТЫ Но сейчас осень, поэтому они выпечены. Мужчина везет в холодильник для мороженого. А мы посмотрим экскурсии. По разным городам Крыму возят. И вот здесь есть сцена. Для тех, кто интересуется, ставьте на паузу и посмотрите, какие там расценки есть на экскурсии. В общем, я сейчас выяснила, что это у нас не совсем набережная. Здесь рядом морпорт, поэтому здесь все перекрыто. И выходов к морю, к набережной нет. Поэтому мне посоветовали идти прямо, что я сейчас и буду делать, чтобы добраться до какой-то второй набережной. И там мы уже посмотрим на море. Прежде всего, в холодное время года в Евпаторию на отдых приезжают с целью пройти курс оздоравливающих процедур в санаториях. Конечно, все городские пляжи уже будут закрыты, развлечений будет доступно минимум. Но зимой здесь туристов ждет спокойный и размеренный отдых без суеты и шума толп отдыхающих. Субтитры делал DimaTorzok Направляюсь я, значит, сейчас по улице Революции. Здесь достаточно много всяких кафешек, ресторанов, магазинчиков. Кстати говоря, архитектура достаточно интересная и необычная. Здания отреставрированы и имеют такой, знаете ли, неплохой облик. Просто в некоторых городах администрации не беспокоятся абсолютно за внешний вид фасадов. А тут, в принципе, неплохо. Некоторые, конечно, магазинчики не совсем вписываются в вид города, но в целом пока такое приятное впечатление, именно как, знаете, от архитектуры Евпатории. И мне еще нравится, что здесь есть трамваи. Они периодически у нас здесь проезжают. Я, в принципе, люблю трамваи, поэтому для меня это такая даже радость их увидеть. Сейчас свернула с улицы Революции на улицу Приморскую. Напрямляюсь в сторону детского парка. Не знаю, смогу ли я с помощью вот этой дороги выйти к морю. Посмотрим, увидим. Такие, кстати, здесь небольшие улочки. И машины все ставят на обочине. Поэтому улицы становятся еще более узкими. Ну, я уже вышла в более цивильное место. Здесь у нас стоят всякие яхточки. А я сейчас подойду к той старой лодке, которую я заприметила первой. Я уже вижу море. Тут вообще какое-то старое заброшенное здание. Достаточно такой интересной формы. Посмотрите. Низ какой-то как колизей, а наверху как мышка какая-то. Интересно, что здесь было. Смотрите, какой корабль. Здесь, видимо, отправляются люди на морские экскурсии, на рыбанку. Так вот, значит, здесь у нас рыбачат люди. Поехали. 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 Посмотрите, сколько сюда на пляж пришло лебедей.